Приветствую вас. Первое, что хочется вам сказать, это, наверное, то, что изначально вы ставите вопрос не совсем верным. То есть, изначально ваш вопрос стоит так. Как мне избавиться от ревности? Но от ревности не нужно избавляться. Если ревность есть, значит она что-то пытается вам сказать. Это чувство, чувство ревности пытается донести вам то, что вам чего-то не хватает. Например, то, что вы в себе не уверены. Например, то, что вы боитесь потерять своего мужчину. Например, то, что вы боитесь остаться одна. Например, то, что вы не реализованы. То есть, у вас нет, грубо говоря, своего такого глобального смысла жизни, к которому вы будете идти в любом случае. Неважно, с парнем это будет или без него. Понимаете? И вот это пытается вам сказать подсознание в вашем данном случае. Ревность призвана для того, чтобы вас защитить. Ведь избавившись от ревности, по сути, вы, ну скажем так, подвергнете себя существенной опасности. Потому что вы останетесь совсем не защищеными. Вот. Это для начала то, что я хотел вам сказать. Дальше. Что вы делаете далее? Далее вы, по сути, говорите себе. Я понимаю, что ревновать так нельзя. То есть, у вас есть чувство вины. Чувство вины за, ну, за свое чувство. Чувство вины за ревность. Вот. Возникает вопрос. В таком случае, да, возникает вопрос. Почему вы считаете, почему вы решили, что ревности быть не должно? Если у вас есть ревность, значит, она, как бы, ну, должна быть, если она есть, эта самая ревность у вас. Так давайте постараемся понять, что за ней скрывается. Да? Вот. Это очень важный момент, значит, на который я хотел бы обратить ваше самое пристальное внимание. Зачем? Этим нужно работать. В частности, работать нужно над тем, как вы относитесь к своему молодому человеку. То есть, что вы хотите, что вам нужно. Эээ, что вы хотите, к примеру, для него, ну, для своего молодого человека. Вот. Вот. То есть, вы относитесь к нему, как к человеку, которого вы хотите сделать счастливым, к примеру. Или вы относитесь к нему, эээ, так, как будто он вам, самой, эээ, для чего-то нужен. Понимаете? Вот. Это очень важный момент, очень важно понять для себя это. Эээ, если вы совсем как следует разберетесь, вот прям совсем хорошо разберете, то, на мой взгляд, ситуация будет куда более значит, комфортной, куда более позитивной и вы сможете куда больше получать удовольствие от взаимодействия с эээм, эээ, ну, ээээ, со своим молодым ээээ, человеком. Вот, что ответственно, что-что я могу вам сказать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Продолжение следует...